ну и собственно вернемся на 4-часовой интервал обрати внимание да голова плечи левое плечо голова и правое плечо сформировалась у нас буквально на вчерашней торговой сессии уровень шеи данные головы плечи проходит ровно на уровне фиба 23,6 да это от максимума до минимума ниже 23,6 это последний уровень в случае его пробития и закрепления вниз предрекала нам сильное движение вниз еще довольно таки на длительном периоде если отложить расстояние от головы до уровня шеи аналогичное расстояние мы должны были опустить вниз это был бы уровень где-то примерно 1080 пунктов по S&P немножко изменился конъюнктура рынка положительную сторону под закрытие торгов мы видим что Америка умудрилась выйти вверх выше нашего уровня поддержки давайте проведем тренда немножко видео хромала играть Трусляция идёт с ноутбука, видимо немножко не хватает у него электричества мощности. А что случается? На секунду. Я привыкла. Ну и собственно, что мы видим. У нас проходила нижняя граница краткосрочного сходящего канала по точкам у нас по двум вершинам вверху и по трем вершинам по нижней границе. Вчера мы были на грани практически выхода ниже уровня 23,6 FIBA, выход из канала и соответственно уровень шеи по фигуре технического анализа голова-плеч. Будем надеяться, что всё хорошо, как бы пробитие тестирования данного уровня на прочность мы увидели, рынок устоял, откатился и в принципе мы надеемся, что в ближайшие до конца недели рынок останется в рамках данного коридора и будет двигаться где-то примерно, стремится к 1200 пунктам. Это на ближайшей перспективе. Ну скажем, может быть не неделя, может быть две, ближе к заседанию Федрезерва 20-21 сентября. Всё-таки Бернанке при выступлении в августе месяце в Джексон Холле не сказал ничего конкретного, упомянул, что есть у них в запасе некие инструменты, но абсолютно не сказал ни о их сроках, ни о их размерах. Что в принципе он и повторил на прошлой неделе после публикации «Бежевой книги», как всегда следует выступление Бена Бернанке, опять ничего хорошего в принципе для рынка не сказал, повторил свои слова. Ну, ситуация немножко, скажем так, уже в Европе ухудшилась. Будем надеяться, что всё-таки регулятор скажет какие-то позитивные моменты и рынок воспримет это позитивно. То есть наше видение, что всё-таки мы скорее всего находимся на дне, вряд ли мы будем тестировать очередные там какие-то минимумы. Никто ни от чего не застрахован, но видение всё-таки от текущего уровня вверх. Собственно, на чём бы хотелось ещё остановиться, да? Давайте посмотрим какие индикаторы, как дворитная пара евро-доллар. В принципе видим аналогичную картину. Некий коридор, находимся на нижней границе, как бы есть конечно потенциал, что доллар будет отпрыгивать, укрепляться, останется в рамках снижающегося тренда, но в краткосрочном перспективе есть шансы, что он всё-таки начнёт восстанавливаться. Но, по сути дела, пока он ещё не вернулся, находится на нижней границе. То есть для дальнейшего роста нам нужно видеть ослабление доллара, да? Мы его видели на ближайшие несколько торговых сессий. Будем надеяться, что данный канал будет пробит и доллар пойдёт вниз. Если мы посмотрим на аналогичную картину по индексу доллара, мы там увидим обратно пропорциональную картину. А, я извиняюсь, я, честно говоря, оговорился, мы смотрели валюту. Евро-доллар, я извиняюсь, думал, что это индекс доллара. Нам для роста как раз-таки нужен рост евро. Соответственно, она на нижней границе, весь потенциал для роста. Обратная ситуация по индексу доллара, сейчас я только найду секунду. Я не могу понять, индикатор куда там. А, DX-канк, ладно, ладно. Видим примерно аналогичную ситуацию, да, это индекс доллара. Он находится на верхней границе, да, как бы данного какого-то краткосрочного канала. То есть абсолютно хороший потенциал для снижения вниз и движения всех мировых площадок, соответственно, вверх. Тот же индекс волатильности, если посмотреть, индекс страха по, ну, рассчитываем по американской площадке. Видим примерно, да, на длительном интервале недельном, видим предыдущие хаи мы достигали, то есть цена растет, когда доходность достигает минимумов, да. Как бы вчера мы видели рекорд от последнего, как бы минимум доходность по облигациям составляла 1,9%. Сейчас она опять около 2% как бы колеблется. Соответственно, можно предполагать, что инвесторы уже не хотят вкладываться с доходностью ниже 2%. Соответственно, если конъюнктура рынка хоть немножко будет улучшаться, что, соответственно, может опять спровоцировать переток, скажем, капитала из безрисковых активов рисковых. Собственно, находится VIX на хаях, причем на хаях выше, чем это было на просадке в мае 2010 года. Соответственно, потенциал очень хороший. На чем бы еще хотелось, наверное, остановиться? Давайте посмотрим индекс CRB, интересный график именно в частности сырья. Динамика затухающая. В принципе, мы, если смотреть за последние несколько торговых сессий, Ничего, конечно, про сырья сказать нельзя. Можно посмотреть, нет. Что? Да? А что твоё? А что она? Покажи форму. Покажи. По нефти, да, в последнее время мы видели сильную просадку, соответственно, дешевеющее сырье, в частности нефть. Но если смотреть более короткий промежуток времени, мы видим динамику укрепления котировок нефти. Собственно, роста без роста сырья, то есть роста экономики без роста стоимости сырья мы увидеть вряд ли можем. Угроза, конечно, ещё в принципе в мире остаётся, пока вопрос по Греции не решён окончательно, как он будет решён сейчас тяжело, конечно, сказать. Ну, в частности, основные опасения у нас, конечно, вызывает Китай. Китай – это крупнейший потребитель сырья. Соответственно, в общей степени экономика живёт за счёт импорта готовой продукции. Если мы увидим как бы затухание экономики Европы и Америки, соответственно, кризис плавно придёт и в Китай. Соответственно, замедление темпов роста ВВП они уже как бы опубликовали, как бы незначительно, но как бы оно замечено. Ну, будем надеяться на всё лучшее, что всё-таки экономика начнёт восстанавливаться, сырьё падёт вверх и мир начнёт восстанавливаться. Сейчас попробую вернуться в чат. Золото прокомментируйте, вижу вопрос. Одну секунду. Собственно, по золоту. Сейчас найдём его график. Ну, секунду. Вот наш график золора. Ну, по золоту, что мы видим? Да, золото достигало несколько раз, нарисовало двойную вершину. Рилой, так называемый, первый раз, когда вот оно достигло в конце августа, в отметке 1911 пунктов. Был повышен уровень моржи по золоту, скажем так, уже меры искусственного характера. Соответственно, что спровоцировало просадку за несколько торговых сессий, по-моему, за две, золото упало на 200 долларов. То есть, с 1911 мы отметились на 1700 пунктов. Повторили рилой, и прошлой пятницу опять на сырьевых площадках была повышена моржа по золоту. Вот мы увидели опять технический откат золота вниз. В попытку вчера вернуться как бы на какие-то свои там исторические максимумы показало положительную динамику. Но сегодня мы видим явно снижающуюся динамику. То есть, мы движемся вниз. По сути дела, что можно как охарактеризовать? Как бы, что мир, ну как бы уже золото в данном случае ему и технически не дают двигаться выше. И во-вторых, сегодня явный отток. Уже как бы рынок не видит уже необходимости уходить в защитный актив как золото в целом. То есть, если бы все-таки конъюнктура рынка предрекала бы к дальнейшему снижению, скорее всего мы бы видели укрепление копировок золота. Соответственно, видим, что скорее всего инвесторы уходят из защитных активов, переходят в кэш. Видимо, чтобы при любом удачном моменте скорее всего зайти в рисковые активы с более высокой доходностью. Динамика, конечно, по золоту впечатляющая. Как бы, если смотреть его за весь период времени, какой у нас может захватить, как бы динамика всегда растет. Ну, чем золото интересно, да? Золото, оно растет как сырье, как производство, да? То есть, микропроцессорная техника, золото, когда экономика растет, золото растет как сырье. Когда рынок падает, золото растет как защитный актив. И, собственно, если вы проведете динамику, да? Вот посмотреть, вот золото в восьмом году снижалось, ну, потому что было с начала кризиса, как правило, золото корректируется в момент разворота рынка. Если мы сейчас увидим, ну, даже если посмотреть на месячном графике, да, большие две тени, как бы, на графике таких теней, в принципе, больше нигде и нету, да? Вот если посмотреть на это вершине, там две тени невысокие, да, здесь одна тень, можно вполне констатировать, что все-таки это первый сигнал к развороту. Соответственно, если мы увидим разворот по золоту, то можно рассчитывать на разворот на всех мировых площадках. Ну, это сугубо мое личное мнение, как бы, с точки зрения, как наблюдения, технического анализа. Ну, как бы, в короткосрочной перспективе видим, как бы, с хая 9 сентября, так же, динамика нисходящая. Вернусь в чат, чтобы посмотреть, есть ли еще какие-то вопросы. Ну, вижу, вопросов больше нет, ну, по сути дела, ну, не знаю, что хотелось бы сказать про Украину, да, как бы, ну, конечно, вчера, ну, не знаю, не ожидали увидеть просадку на 5%, в моменте, там, на 7-8% падали, причем по всем ликвидным фишкам. Причем Америка торговалась где-то в пределах, там, процента в минус, мы падали гораздо сильнее. Американские мировые площадки все закрылись в небольшом плюсе до процента. Соответственно, мы сегодня, как и писали в своих утренних комментариях, что Украина рассчитывает на отскок. Рассчитывали где-то на рост примерно 3%, где-то примерно 3% роста мы сегодня по украинскому рынку и увидели. Причем мы сегодня, по сути дела, обогнали мировые площадки по росту. Ну, по сути дела, это было, мы компенсировали просадку за вчерашний день. Видны покупки по некоторым инструментам. Немножко была сегодня плохая новостной фон по Моторсичи, он сегодня выглядел хуже рынка. Ну, в частности, по-моему, Антонов Ан-148. Что хотят покупать авиадвигатели General Motors, а не нашего завода Моторсич для установки на эти самолеты. Ну, в целом бумага фундаментально очень сильная. Мы видели там положительные новости на протяжении полугодия. Вот, я считаю, что если рынки развернутся, Центр Энерго, Моторсичи, это будут одни из самых сильных голубых фишек на украинском фондам рынке. В частности, про дно, ну, как бы, еще, в принципе, месяца три назад, как бы, когда рынок усиленно падал, неоднократно мы, как бы, подтверждали, я говорил, не знаю, там, знают мне в чате, не знают, что рынок вряд ли пустят вверх по соотношению put-call ratio. Такой показатель, в принципе, у нас опционный рынок еще не очень хорошо развит на Украине, но, как оказалось, показатель был весьма правдивым. То есть, было очень маленькое количество put-опционов и огромное количество по каждому strike-call-опционов, что в разы превосходило, как бы, там, раза в три, как минимум, а то и больше. Соответственно, что мы видим? Мы видели снижение. То есть, рынок просто не отпускают выше до экспирации. Я считаю, что после экспирации начнется конкурс ЛЧИ, будет приближение выступления Федрезерва 20-21 сентября. Видели по статистике ВДЦП приток капитала уже последние четыре недели. Три недели из четырех мы видели приток капитала, там, скажем, по 33 тысячи, потом 33 миллиона гривен, потом 2 миллиона гривен, а топ-8 и приток... А, топ-10 и приток еще 8 на последней неделе. В принципе, на рынке деньги есть. Просто инвесторы сидят и выжидают удачного момента для входа. Соответственно, мы еще не знаем, сколько задепонируют денег участники ЛЧИ на этой неделе. То есть, рассчитываем мы видеть прирост в данном показателе. Вот, что можем рассчитывать все-таки на более активные торги и на, соответственно, на растущую динамику украинского рынка. Отметить хочется очень сильную перепроданность нашего украинского рынка. То есть, если сравнивать по графику, к сожалению, у меня сейчас пытался запустить пик, что-то у меня здесь не запускается. Мы находимся на уровне просадки в мае 2010-го и примерно уже большинство цен ниже начала торгов на украинском рынке в целом. Ну, где-то на уровне конец лета, вся осень 2009-го. Если у кого-то есть возможность, попробуйте провести линию Фибоначчи. От начала, от минимума 500 пунктов, с которого начался индекс украинской биржи и до максимума почти 3000 по индексу, вы увидите, что последний уровень Фибоначчи 61,8% находится ровно на значении 1430 пунктов по индексу. Соответственно, вот мы сейчас за этот уровень очень сильно боремся. Вот вторую торговую сессию, вчера мы его как бы пробивали в моменте, там ниже 1400, откатывались и за 1430 боролись. И сегодня тоже так довольно-таки жесткая борьба на этом уровне, но все-таки фон немножко изменился в лучшую сторону и украинский рынок показал как бы растущую динамику. Ну, в принципе, в общих словах все. Вопросов больше никаких от вас не вижу. Надеюсь, был полезен. Надеюсь, каким образом связаны между собой конкурсы ЛЧИ в Украине и заседания ФРС. В частности, никаким образом не связано. Ожидаем услышать от Федерального резерва все-таки их обещанных мер по стимуляции экономики. Все прекрасно понимают, что рецессии, конечно, нет. Отрицательный ВВП мы не видим. То есть прогноз на этот год 1,7%. По американской экономике на следующий 2,4%, по-моему, рост по ВВП. Если мы вспомним 2008 год, мы, по-моему, видели отрицательный ВВП в один квартал. И была угроза рецессии, но мы ее не навали. Связи здесь, естественно, никакой. Просто совпадение. Начало ЛЧИ. И, скажем так, как правило, Америка любит, скажем так, реагировать на новости. А покупай на слухах, продавай на новостях. Поэтому я не думаю, что все будут ждать до 20-21 числа. Все-таки любят они вкусные цены. Я думаю, мы увидим покупки немножко раньше. По каким бумагам Dragon Market Maker? Честно говоря, не готов ответить. Не знаю. Напишите письмо на адрес компании, вам уточняю. Я, к сожалению, не аналитик. Я, как бы, возглавляю технический отдел. Именно отдел по поддержке клиентов интернет-трейдинга. Спасибо Игорю Смирнову, как всегда, коротко и ясно. Ну, если вопросов больше нету, всем спасибо за внимание. До свидания и до следующих выпусков. Понимаете? Спасибо за Freiheit! Спасибо заanni! Продолжение следует...